Всем привет! Продолжаем делать электродвигатель. Статор и ротор уже есть, теперь сделаем корпус. Пришлось купить целый метр алюминиевой трубы. Сверху она анодирована. Внешний диаметр 60 мм, стенка 2,5 мм. Нам нужно только 10 см. Размер статора я подгонял под трубу 60 мм со стенкой 2 мм, но такие трубы продают от 3 м. Поэтому нужно с внутренней стороны снять по 0,5 мм. На таком большом вылете резец вибрирует и качество поверхности хуже некуда. А я этот вылет еще и на 2 см больше, чем нужно сделал. Но нам главное, чтобы статор влез. Субтитры сделал DimaTorzok Место под боковую крышку. Статор с другой стороны упирается в буртик и становится в нужное положение. Видно, что ротор ровно напротив статора, а подшипники заподлицо с торцами. Боковые крышки проще сделать в режиме фрезера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь внутри есть небольшое занижение для внутренней обоймы подшипника. С обратной стороны обработано на токарной оси. Субтитры сделал DimaTorzok Вторая крышка по размерам такая же, но есть отверстие под выход валов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще решил сделать 4 отверстия. Они пока глухие, но потом их можно будет досверлить и закрепить обтекаемую крышку с уплотнением и защитой винта. Сверло за раз проходит только 1 мм, и все равно стружка длинная и наматывается. Остановил программу и снял ее. Не дорезал пару десяток, чтобы деталь не отлетела и не сломала фрезу. Но сверлить отверстия и соединить их болгаркой это пару минут. Остатки снимутся при торцевании. Субтитры сделал DimaTorzok Вес корпуса 163 грамма, минус подшипник 16 грамм. Статор и ротор весят 363 грамма. Переставил ремень на шаговый двигатель. Теперь это не токарная, а поворотная ось. Боковые крышки будут крепиться на 4 винтах М3, так что сверлим отверстия через 90 градусов. Станок точный, так что потом как ни крути крышку, отверстия будут совпадать. Сверло твердосплавное 3,175 мм. Сверло под резьбу 2,4 мм обычное и его кончик имел сильное биение. Поэтому решил не делать программу, а управлял с клавиатурой. Для поворота оси просто писал команды A90, A180, A270. На глухой крышке сделал еще паз под провод. Тут вообще-то идет сборка, но кроме моих волосатых рук ничего не видно. Кстати винтики М3 из нержавейки. И сейчас довольно важный момент. Будет ли ротор цепляться за статор? И конечно нет. Все вращается в легко и без заеданий. Но конечно есть магнитное залипание. Вот, можно двигать маленькими шагами. Вал в виде трубки выглядит непривычно. Но если посчитать объем его внутреннего пространства и умножить на плотность стали, то выходит экономия в весе 260 грамм. По сравнению с корпусом 160 грамм и ротором со статором 360 грамм это очень много. Общий вес без обмоток 553 грамм. Промотать обмотки, но как же их посчитать? Во-первых нужно выбрать вариант коммутации фаз двигателя. При обмотке звезда ток всегда идет через две обмотки. При обмотке треугольник через все три, но больше через одну. У схемы звезда большой крутящий момент, но меньше максимальные обороты и мощность. У схемы треугольник больше обороты и мощность. Мощность у схемы треугольник в 1,67 раза больше, но и обороты настолько же больше. Это можно использовать как электрическую коробку передачи. На старте я использую звезду, а потом для скорости переключаться на треугольник. Я буду использовать схему звезда. Дальше воспользуемся свойством обратимости электрических машин. То есть используем двигатель в качестве генератора. Нужно намотать тестовую обмотку на один зуб, например 100 витков. Раскрутить двигатель внешним устройством до каких-нибудь оборотов, например 1000 оборотов в минуту. Померить величину ADS. Пусть она будет 1 вольт. На каждую фазу у нас 4 зуба. Но в схеме звезда две фазы включены последовательно. Поэтому ADS нужно умножить на 8. То есть если мы намотаем провод на все зубы статора, то при 1000 оборотов в минуту наш генератор будет давать 8 вольт. И наоборот в режиме двигателя. При напряжении 8 вольт мотор будет крутиться на холостых оборотах 1000. Но на самом деле из-за потерь немного меньше на 10-15%. А дальше простая математика. Если рабочее напряжение мы хотим 24 вольта, то обороты нужно умножить на 3. При 24 вольтах мотор будет давать 3000 оборотов, ну минус 10%. А мы хотим например в 4 раза больше, 12000 оборотов. Тогда нужно мотать на зуб в 4 раза меньше витков, 25. А если хотим получить тихоходный мотор с холостыми оборотами 1000, то тогда мотаем в 3 раза больше витков, 300. Тут важно усвоить, что мощность мотора растет прямо пропорционально оборотам. Для высоковоротистого мотора на зубы статора нужно мотать меньше витков. Поэтому их можно мотать проводом или пучком проводов с большим сечением. Сопротивление такой обмотки будет гораздо меньше и нагрев тоже. А значит можно увеличить ток и мощность подаваемую на двигатель. Обороты нужно делать больше, но например если мотор приводит во вращение воздушный винт, то есть ограничения по окружной скорости на концах лопастей. Где-то в районе 240 метров в секунду. У водного винта обороты ограничивает кавитация. Для колесного транспорта тоже свои ограничения. В общем методика понятна. Намотал я тестовую обмотку в 30 витков. Из пластика нужно изготовить переходник. Кстати напечатать заготовку на 3d принтере немного большего размера, а потом придать ей точный размер вполне рабочая технология. Выходит пластиковые детали с недостижимой для 3d принтера точности, но с внутренней структурой, которой другими методами не получишь. Продолжение следует... Продолжение следует... Крутить будем двигателем привода моей токарной оси. И тут конечно грусть, печаль и практически фиаско. Тестовая катушка в 30 витков дала всего 1 вольт на 3400 оборотах в минуту. Я поначалу естественно подумал, что эпоксидка с железом плохой материал для магнитопровода, но недолго думая намотал такую же катушку на стальную пластину и попробовал крутнуть ротор. Обороты были максимальные, по моему 4200. Мой статор давал на них 1,2 вольта. Ну думаю сейчас будет вольта 4, но нет. Катушка с стальным сердечником дала 1 вольт ЭДС. Тогда я нашел пластинки от трансформатора, электротехническое железо. Но такая катушка показала еще меньше. 0,9 вольт. Для интереса намотал катушку на пенополистирол. То есть катушка без сердечника. Прибор ЭДС не зафиксировал. Но мерить он начинает с пол вольта. Какая-то ЭДС там все таки есть. Но понятно, что делать генераторы или моторы без сердечника нецелесообразно. Правда стоит отметить, что для полноценного сравнения нужно было сделать такой же прямоугольный сердечник пластинку. На одиночной катушке скорее всего ЭДС будет такая же, как у железного сердечника или немного меньше. Так что такой материал вполне имеет право на применение. Если виноват не статор, то виноват ротор. И тут два варианта. Либо магниты надо было брать потолще, либо магниты с Алиэкспресс оказались не такими сильными как хотелось. Я думаю и то и другое. В общем исписал я целый листок разными вариантами и кое-как нашел компромисс между оборотами и мощностью. Намотал по 30 витков на каждый зуб. Кстати по обмоткам у меня самый простой вариант. Я называю это классик. Это когда количество магнитов относится к количеству зубов на статоре как 2 к 3 или 4 к 3. Тогда обмотка на всех зубах одинаковая и в одном направлении. А если бы магнитов было 14, пришлось бы от зуба к зубу менять направление обмотки. Сейчас будем пробовать запускать. Подключил его вместо двигателя, который на токарной оси стоит. Напряжение 50 вольт, но работает некорректно. Контроллер велосипедный для мотор-колес и похоже что есть какое-то ограничение по ускорению. Мотор-колесо тяжелое и быстро разогнаться не может. А вот легкий ротор набирает обороты быстро и срабатывает какая-то защита. Если очень медленно добавлять газу, то обороты растут. Но если крутнуть чуть-чуть быстрее, то мотор останавливается. Пришлось подключить двигатель вместо другого самодельного двигателя для вентилятора обдува зоны резания. Контроллер слабенький на 12 вольт и максимальный ток может выдать 2-2,5 ампера. Зато работает от него двигатель очень хорошо. Легко запускается и даже если полностью затормозить, запускается заново. Конечно на 2 амперах крутящий момент небольшой. Да и за такой большой вал затормозить двигатель легко. Вообще на 50 вольтах максимальный кратковременный ток на двигатель 17 ампер на пару секунд. Если конечно магнитопровод не войдет в насыщение, то максимальный момент на валу должен быть раз в 6-7 больше, чем сейчас. Но это я узнаю только когда из Китая приедет контроллер на 50 вольт. На 12 вольт холостые обороты 3-3100. Максимальное напряжение контроллера 20 вольт. Так что попробуем запустить его от аккумулятора шуруповерта. Там как раз 20 вольт. Обороты конечно выросли и проявился дисбаланс ротора. Надо будет отбалансировать немного. А пока перчатку подложил, чтобы мотор по столу не прыгал. Обороты 5-100 на 20 вольтах. На 50 вольтах будет в 2,5 раза больше 12,5. ХВ мотора получается 250 оборотов на вольт. Вообще многовато. Надо будет с винтами побаловаться. Но терпимо. И хотя я еще не могу полноценно запустить двигатель на 50 вольтах. Я уже знаю его пределы мощности и КПД и они не особо впечатляют. Но я их озвучу как пример в следующем видео. В котором хочу рассказать об общих зависимостях мощности КПД и крутящего момента для бесколлекторных, да и коллекторных электромоторов. Должно быть интересно. Особенно если вы думаете, что КПД таких 200 или всегда под 90%, а то и выше. И сколько мощности могут переваривать те или иные моторы. Надо будет какое-то кликбейтное название придумать. Постараюсь его сделать на следующую субботу. На этом у меня сегодня все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok